Доброе утро, 73-й регион! В эфире «Утро» с репортером на телеканалах ОТР и «Репортер 73». Сегодня 23 января, четверг, и, Володь, сегодня, я уверена, твой день. Почему? Потому что сегодня национальный день зеленого цвета, твоего любимого. Ну, тут комментарии излишни. Да, зеленый цвет прекрасен, это цвет надежды, цвет чего-то нового, интересного. Но достоверной информации о том, когда был учрежден праздник, к сожалению, нет. Но если внимательно изучить историю, то можно заметить, зеленый цвет имеет большое значение во многих религиях и народностях. Это точно. И вообще этот цвет признан психологами как успокаивающий и расслабляющий. А приятную атмосферу в студии нам помогает создать партнер нашей программы «Салон цветы и штучки». И зеленого, кстати, там достаточно. Достаточно, да. Поэтому, видимо, мы такие расслабленные и на позитиве. И поэтому в студии для вас сегодня работают... Екатерина Терещенкова... И Владимир Гаврилов. Поехали. Утро с репортером. Возвращается в эфир. Полезные рубрики, интересные факты, динамика тем, оптимизм гостей и ведущих делают студию яркой. А ваше утро бодрым. Хорошее настроение – это «Репортер 73» с 29 ноября. Ульяновское утро. Еще и в эфире ОТР. Сегодня научимся высыпаться и выясним, в чем секрет здорового сна. С нашим гостем поговорим о том, как любовь к сыру переросла в серьезный бизнес. А наш модный эксперт расскажет о популярном скандинавском стиле. 40% своего времени мы проводим на работе, а еще 30% мы спим. Это очень грустно прозвучало. 40, 30, и того 70. Куда последние 30% девать? Непонятно. Но все-таки вот это время, которое ты сказала, 6-9 часов каждый день, и человек значительную часть жизни проводит во сне. Оставшуюся часть мечтает выспаться. Это точно. Хороший сон – это основа всего. И качество сна влияет на ежедневное самочувствие, здоровье и продуктивность днем. Секретами хорошего сна поделится с нами наш эксперт Оксана Галеева. Ей слово. Всем доброго утра. С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской детской йоги. Вся наша жизнь – это длинный путь, и каждый путь начинается с маленького шага. Сегодня мы сделаем вместе шаг к здоровому образу жизни. Обычно утром я рассказываю, как правильно проснуться, но на самом деле сам сон – это немаловажное мероприятие. Сон – это время капитального строительства нашего организма. Уже многочисленные эксперименты доказали, что неполноценный сон влияет как на наше здоровье, так и на набор лишнего веса. Если не досыпает мужчина, у него повышается гормон, который усиливает аппетит. А если не досыпает женщина, у нее снижается уровень гормона, который подавляет аппетит. В любом случае это ведет к набору лишнего веса и к большему потреблению пищи. Продолжительность здорового сна должна быть не менее 8 часов. И, конечно же, ложится лучше в свое биологическое время – время активности левого полушария. В это время наш организм уже готовится ко сну, снижается уровень сердечных сокращений, снижается уровень выделения гормонов. Наш организм начинает отдыхать. А как же узнать это время активности левого полушария? Чтобы долго не ворочаться на боку, когда вы ложитесь спать, определите уровень активации вашего левого или правого полушария. Я предлагаю небольшой тест. Что мы делаем? Мы определяем активность дыхания правой или левой ноздри. Мы зажимаем пальчиком правую сторону и делаем несколько дыханий. Обратите внимание, как дышит у вас левая сторона. Затем меняем, зажимаем левую сторону и дышим правой ноздрёй. Здесь важно определить, какое дыхание у вас лучше. Если лучше работает левая, значит и активность левого полушария у вас сейчас больше. Поэтому вам лучше идти спать в это время. Ваше тело готово переваривать всё то, что осталось в желудочно-кишечном тракте, переваривать всю информацию, которую тело получило за день и готово спокойно отходить ко сну. Хорошо, если это время придётся до 11 часов вечера, потому что в это время с 23 начинает активироваться самотропный гормон. Это гормон роста. Для деток он помогает расти, полноценно развиваться. А для взрослых этот гормон является неким помощником залатывать всё изнутри, то есть лечить наши ранки. Этот гормон является заживляющим, а также помогает использовать накопившуюся энергию в жировых запасах. Я хочу вам посоветовать несколько мероприятий, которые вы можете совершать для того, чтобы спокойно подойти к подготовке себя ко сну. Ну, во-первых, незадолго до сна найдите время для 10-20 минутной пешей прогулки. Очень хорошо, если вы будете гулять со своими детьми, либо с семьёй. Если же не позволяет погода, погодные условия, то вы можете по-другому помочь расслабить своё тело. Примите тёплую ванную. Важно, чтобы она была тёплой, а не горячей. Очень хорошо, если вы добавите ароматы, если у вас будет ароматизированная соль, либо эфирные масла, которые дополнительно успокаивают. Проветрите заранее спальное помещение, комнату, в которой вы будете спать. Постарайтесь проследить, чтобы последний приём пищи у вас был за 3 часа до сна. И, конечно же, ложитесь на активацию левого полушария. Проверьте ещё раз своим тестом. Но если вы очень хотите, вам нужно уже спать, а вы чувствуете, что не ваше время, либо у вас активна правая сторона, то ложитесь на правый бочок. 10 минут такого положения активирует нужную вам сторону. Ещё один момент. Если вы легли и всё-таки ворочаетесь, если вам плохо засыпать, то я предлагаю вам сделать небольшое упражнение, которое используется в практике йоги. Хорошо это делать на постели, ложиться на живот, облокачиваться на локти и свой подбородочек ставить на основании больших пальчиков, на ладошки. Когда мы облокачиваемся, мы проводим ручками по подбородку до скуловых мышц. Ещё раз. То есть мы это делаем от трёх до пяти раз. Лучше это делать на постели. Ещё раз напомню, лёжа на животике, облокачиваясь локтями на кровать, и чтобы был уже выключен свет. Я надеюсь, что это поможет вам сладком заснуть. Соблюдайте свой режим сна и бодрствования и с лёгкостью засыпайте. Продление материнского капитала, введение дополнительных пособий на детей, продолжение реализации социальных контрактов, основные направления по поддержке семей с детьми, о которых говорил президент в ежегодном послании. Меры поддержки федеральные дополнят региональной помощью, расширят возможности капитала семья в части погашения ипотечного кредита. По оценкам специалистов, это позволит в 2020-м реализовать ещё 5000 таких вот сертификатов. С начала текущего года многодетные семьи смогут выбрать одну из двух соцвыплат – 300 и 700 тысяч рублей. Первую можно будет направить на первоначальный взнос по кредиту при строительстве дома, вторую – на частичное возмещение затрат семьи, понесённых при возведении жилья. А эфир продолжит рубрика о главном. Сенгилей, берег Волги. Губернатор с объездом по району заглянул на огонёк в Тиждегладь – первый парк в этом небольшом городке. Он появился благодаря победе местного проекта благоустройства общественных пространств среди малых городов России. Парк очень хороший, парк нужный город. И молодёжи, и все. Не только парк, к сожалению. Конечно, конечно. Такого масштабного преобразования этот город действительно не знал давно. По плану тут и большая детская площадка, и зона для подростковой активности, простор для семейного отдыха. К 31 декабря успели наметить контуры проекта. Мне дали слово. Я говорю, здесь будет места много. И вот те, кто ролик смотрел, говорят, Тянька, ну что ты сказала? Откуда тут место появится? Ну, откуда оно место возьмётся? Нет, вы посмотрите, сколько, какая, какая обширная территория. А что здесь вот болото всё стояло, ведь болото. И здесь кустарник, клён сплошной стоял. Впереди ещё много работы, при этом предстоящую масленицу местные жители хотят проводить именно здесь. Глава района подтвердил, слово народа – закон. По задумке авторов, проект «Тиждогладь» должен пробудить интерес к блинной столице у туристов. Обкатку проходят на местных жителях. Мы всю жизнь здесь гуляем, только гуляли вот, да, вот тут кругом чапыжник был, деревья непроходимые. По берегу всегда гуляли. И приезжают гости родные, вот. И всегда-всегда гуляли, фотографировались все здесь. Есть к проекту и претензии, однако их с каждым разом всё меньше. Пространство действительно меняется на глазах лучшую сторону. У сенгелеевцев всё больше идей. Что ещё нужно здесь построить, воздвигнуть, разместить, чтобы жизнь в небольшом провинциальном городке заиграла новыми красками. У нас осталось вот только, как я называю, сделать... Маяк. Ну, маяк и пляж. А, пляж. Пляж. Три речки у нас, две. Тут речка, тут речка. И Волга большая. А пляж вот... А пляж один. Один. И неустроенный. Работы по благоустройству парка должны продолжиться уже этой весной и завершиться летом. А там, почему бы и нет, очередь дойдёт и до обустройства пляжа. В 73-м регионе продолжится работа по развитию цифровых технологий. Соответствующее соглашение подписали губернатор Сергей Морозов и генеральный директор СКБ «Контур» Евгений Филатов. Компания-лидер среди разработчиков программного обеспечения сотрудничества в первую очередь позволит упростить работу с документами. Уже сейчас опробованы пять пилотных проектов по электронному документообороту в Ульяновском, Цельнинском, Кузоватовском, Старомаинском и Чердоклинском районах. Итогом подписания соглашения станет полное масштабирование проекта на все муниципальные районы Ульяновской области. Здравствуйте, меня зовут Сайгушев Олег, я эксперт по финансовым рынкам. И в сегодняшней передаче мы с вами подробно разберем о таком виде, такой налоговый вычет, который называется инвестиционный. В Налоговом кодексе Российской Федерации предусмотрена возможность гражданам Российской Федерации ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей от суммы пополнений на специальный инвестиционный счет, который сокращенно называется ИИС – индивидуальный инвестиционный счет. Этот счет открывается в инвестиционных компаниях, в банках, в страховых компаниях, в управляющих компаниях. И в случае, если гражданин является плательщиком НДФЛ, то можно за счет возврата НДФЛ от сделанных инвестиций получать возврат в размере 13% от суммы ежегодного пополнения. Для сравнения, если мы размещаем денежные средства в банковский вклад, мы не можем получать этот инвестиционный налоговый вычет. Мы получаем только фиксированный процент по договору банковского вклада. Если же мы размещаем средства на инвестиционный счет, приобретаем через этот счет какие-то ценные бумаги, допустим, те же самые облигации федерального займа, давая в долг нашему государству, ну, примерно по ставкам в 7% в год, мы можем претендовать дополнительно на гарантированную государством льготу налоговую за счет возврата НДФЛ максимум 52 тысячи рублей от каждого пополнения. Что делает, несомненно, привлекательность такого рода способа при умножении капитала более интересной, нежели банковский вклад. Но мы понимаем, что за этими инвестиционными историями всегда есть дополнительные риски, о них мы отдельно рассказывали в предыдущих передачах, но, тем не менее, доходность такого рода вложений, используя этот налоговый вычет, естественно, становится более привлекательной. Но для тех, кто не является плательщиком НДФЛ, этот налоговый вычет неприменим. Он условно называется тип А вычет, но для них есть возможность получить налоговую льготу через индивидуальный инвестиционный счет в виде нулевого налогообложения с доходов, полученных от операций на этом счете. Ну, какие эти операции проводятся, мы уже говорили. Приобретение, покупка, продажа тех или иных ценных бумаг. То есть те же самые облигации, корпоративные, акции и так далее с прибыли, которые мы получаем от операций по этому счету, мы как граждане обязаны уплачивать 13-процентный налог на доходы. Но если это делается через индивидуальный инвестиционный счет, то тогда можно применить вот эту льготу нулевой НДФЛ. Та же самая экономия, наш дополнительный доход. В текущем законодательстве есть некие ограничения по этому типу использования инвестиционного счета. Первое ограничение, максимальная сумма пополнения 1 миллион рублей в год, больше пополнить технически не получится. И второе ограничение, чтобы претендовать на все эти льготы, данный счет должен быть действовать не менее трех лет, больше трех лет. То есть если мне средства, вложенные на этот счет, понадобятся ранее этого срока, я их без потери дохода могу возвращать, но тогда право на налоговую льготу я просто потеряю. Вот такой интересный инструмент. На текущий момент уже с 15-го года в России действует эта государственная программа. Этот инструмент рекомендую всем использовать в своих портфелях и повышать эффективность ваших вложений. Спасибо за внимание. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире программа «Реальность». Вечером 21 января годовалого малыша нашли под окнами одного из домов в Засвияжском районе. По версии сотрудников правоохранительных органов, ребенок забрался на диван, с него перелез на подоконник и открыл окно, в то время как мама и бабушка находились в соседней комнате. Позже родители увидели открытое окно. Выпавший малыш чудом остался жив. По версии следователей, падение смягчил снег. Скоро увидела я в окно на деяле батюшки пронесли кого? А потом узнала, что мальчишку это упало. Семья хорошая. Я про них ничего не скажу. Гулять, она каждый день с ними гулять. Все время. Ребятишки такие. Никогда, никогда. Плохого я про них ничего. И любого, каждого спросите. Никто вам не скажет плохого. Следственный комитет Ульяновской области проводит проверку, выясняя все подробности случившегося. По данному факту проводится проверка. Следователями следственного комитета проверяют условия жизни ребенка. По результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас малыш в руках медиков, которые делают все возможное для сохранения жизни и здоровья маленького пациента. Его состояние врачи характеризуют как тяжелое. На основании обследования установлено, что у него есть сочетная травма с множественными повреждения головы, туловища. На данный момент состояние ребенка тяжелое. Он находится в отделении реанимации и получает интенсивную терапию. Ульяновские медики просят родителей быть внимательнее, устанавливать на ручки окон дополнительные средства защиты, помнить, что москитные сетки лишь иллюзия безопасности и главное, ни в коем случае не оставлять открытыми окна, если в квартире есть маленький ребенок. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Покупка и продажа без регистрации и подтверждения личности. Мировая паутина не только облегчает жизнь пользователям, но и развязывает руки мошенникам и производителям запрещенных или контрафактных препаратов. Если говорить относительно БАДов, то тоже есть перечень продукции, где содержатся различного рода, в частности, наркотические или еще какие-то вещества, лекарственные, то их продажа также запрещена по дистанционной продаже. Недавно одна из коммерческих организаций попалась под горячую руку сначала прокуратуры, а потом и Роспотребнадзора. Размещение информации о продаже и распространении на территории Российской Федерации биологически активных добавок, в том числе для детей. Пройденный по которому проверку установлено, что в ряде такой продукции содержались консерванты, а также использовались растения, использование которых в составе продуктов для детей запрещено. На сайте содержалась информация о распространении гомеопатических препаратов под видом биологически активных добавок. В составе некоторых обнаружены растения, содержащие психотропные и наркотические вещества. В связи с этим прокурор Севьяшского района направил в суд исковое заявление о признании сведений, содержащихся в приложении запрещенными к распространению на территории Российской Федерации, обязав компанию удалить его из магазина мобильных приложений. Случай с приложением показателен. Аналогичные ресурсы открываются практически ежедневно, а специалисты порой не успевают оперативно реагировать на их появление и своевременно пополнять списки запрещенных и сомнительных продуктов. Так что в большей степени именно мы ответственны за собственную безопасность в интернете. Павел Петриков, Алексей Слипченко, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Детали мебели и фанера основная продукция индийского деревообрабатывающего завода. Сегодня здесь работает более тысячи сотрудников. Городообразующее предприятие расширяется и с 2014 года внедряет систему бережливого производства. Уходят лишние запасы, оптимизируется рабочее место. Того уровня, которого мы сейчас достигли, это хороший, я считаю, уровень, но необходимо еще двигаться дальше, развиваться и получать помощь от уже более квалифицированных специалистов. Усовершенствовать систему, пригласить лучших федеральных экспертов и получить финансовую поддержку. Завод сможет с нового года, став участником национального проекта «Производительность труда». В программе принимают участие предприятия абсолютно из разных отраслей. То есть это и металлургия, и мышоностроение, и сельское хозяйство, и легкая промышленность. Во-первых, это тот экспертный состав, который формирует саму команду проектную. И во-вторых, это наши эксперты. Они действительно профессионалы своего дела, и они очень открыты, они готовы делиться своими кейсами, своим опытом и сопровождать проектные команды. Национальный проект в России запустили еще в 2018-м. За два года в программу включили 48 регионов, более 500 предприятий. Им оказывается серьезная поддержка. Речь идет не только о создании и развитии системы бережливого производства, но также цифровизации и оптимизации труда, плюс возможность обучения сотрудников и получения финансовой помощи. Речь идет о возможности получения льготного взаима под 1% до 300 миллионов для предприятий, которые примут решение о вхождении в данный национальный проект. Если речь идет о компенсации оплаты консультантов, то здесь верхняя планка не определенная. За 2020 в проект войдут 6 ульяновских предприятий. Планы до 2024 привлечь почти 60 компаний. Но есть и те, кто более 10 лет не только внедряет у себя систему бережливого производства, но и делится опытом с другими компаниями. Первое – повышение эффективности как следствие рост прибыльности компании за счет сокращения издержек либо роста доходов. Вторая цель, которую мы перед собой ставили в рамках развития производственной системы – это повышение уровня удовлетворенности наших клиентов. И третья по списку, но не по значению – это уровень удовлетворенности и увеличенности наших сотрудников. Сегодня уровень производительности труда в Ульяновской области по оценке экспертов чуть больше 3%. Задача – повышать ее каждый год на 5%. Выявлены системные проблемы в том, что наше предприятие мы работаем по старинке. Работаем много, напряженно, сильно устаем, мы с совралами, но по факту, если посмотреть на реальные цифры, то получается не та картинка, которой хотелось бы. Для предприятия есть критерии участия в национальном проекте. Это объем выручки от 400 миллионов рублей. Доля иностранного капитала не превышающая 25%. И последний пункт компании должны работать в обрабатывающей промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, транспорте или строительстве. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Первое занятие в школе юного поисковика. Проект «Живая память» работает в Ульяновске третий год подряд. Начинают с АЗОВ, рассказывают об истории Великой Отечественной, перемежают это с информацией о поисковом движении и участии наших земляков в боях и сражениях. Ликбезы переходят в теоретические занятия. Чтение карт, разбор документов, знания по анатомии человеческого скелета, занятия по эксгумации останков. Для многих уже на этом этапе становится понятно, что ему ближе. Найти все документы, некоторые документы до сих пор скрыты военными архивами. И тяжело. Ну, я как человек, мне больше нравится работать в поле. Больше полевая такая работа, потому что это свобода. Основа успешного поиска знания. Но и госпожа удача тоже здесь. Любят девушек, говорят поисковики. Именно девушки чаще всего совершают поразительные находки. Ирина, например, наткнулась на воронку с 59 бойцами. Самое главное это не трогать то, что ты не знаешь. Вот, например, лежит какой-то определенный снаряд. Ты его не знаешь, лучше позвать человека, который разбирается в этом. Он это поднимет все, отнесет на безопасное расстояние и уже передаст это все саперам. Также очень важно знать правила эксгумации, как поднимать бойцов, чтобы не упустить никакой детали. Сегодня школа полна слушателями. Останутся до конца и выйдут в поле далеко не все. Мы надеемся, что у них сердца. Сердца мы у них зажгем и многие из них уже окунутся в поисковые экспедиции. Но если брать сухую статистику, примерно одна треть остается и работает в поисковых экспедициях и поисковых отрядах. Но это одна треть она стоит даже сотни, я бы сказал. В этом году «Авангард» прежде всего отправится в Новгородскую и Ленинградскую области, а летом примет участие в крупной международной экспедиции под Калугой. Тренировочный и разминочный а еще демонстрационный и зал хореографии в Засвияжском районе возводят Центр художественной гимнастики. В декабре здесь начнут устанавливать оборудование. Сдача этого спортивного объекта уже в этом году. Открытие Центра художественной гимнастики с нетерпением ждут спортсмены. Кстати, у этого спорт-объекта уже есть свое название «Татьяна Арена» в честь председателя региональной федерации художественной гимнастики заслуженного тренера России Татьяны Николаевны Грибковой. Сегодня продолжается монтаж трибуны на 500 мест. Здесь появится небольшая гостиница для спортсменов и закусочная. Тренерские, раздевалки, душевые. Объем работ в 2020-м на сумму порядка 320 миллионов рублей. Сейчас, конечно, идет уже внутренняя отработка строительных работ. Это электрика, вентиляция, пожарная сигнализация, это чистовые полы, перегородки. Ну, то есть, все, что касается внутренних работ, они на сегодняшний день на площади будут производиться порядка 10 770 квадратных метров. В железнодорожном районе продолжается строительство ледовой арены. Здесь будут развивать два олимпийских вида спорта. Хоккей и фигурное катание. В промежутках между тренировками спортсменов выделят время и для массовых катаний. В этих помещениях зал хореографии для фигуристов, зал тяжелой атлетики для хоккеистов и зал ОФП, ну, фигуристы-хоккеисты объединенные. Там три больших зала, внизу шесть раздевалок. Мы специально ездили в Самбо-70 в Москву, вот, где тут бери и затренируют, все вот это вот. Посмотрели, как для соревнований, для международных, что нужно. Очень много будет раздевалок. Еще сотню спортплощадок установят в Ульяновских дворах уже в этом году. Главные условия, подчеркнул губернатор, разместить их необходимо именно там, где это удобно горожанам. Разместим часть из этих площадок около подростковых клубов. У нас, слава Богу, там все жир, его правда надо, как мы договаривались, серьезно оздоровить, придать ему новое дыхание. Возможно, нам предстоит разместить эти спортивные площадки, какую-то часть, рядом с небольшими объектами спорта, как, например, вот, поселки моторного завода. Такие дворцы должны быть, и чем больше, тем лучше, потому что через спорт мы можем отвлекать молодежь от наркотиков, от криминала, от всего плохого, понимаете, и вовлекая спорт. Из планов на текущий год создание малых спортивных площадок ГТО, закупка спортоборудования, материальная поддержка одаренных спортсменов и организаций, что подготавливают спортрезерв для сборной России. Деньги на это уже выделены. Сумма почти 700 миллионов рублей. Екатерина Терещенкова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Наступает время создавать новое. Время оттачивать свое мастерство. Будь безупречным в детали. Лучшим из лучших. ГРОС. Гарантия совершенства. С добавкой здравурни сушка куры несутся зимой, как летом. Будь подвижным, энергичным. С гелем-активист. Двигайся легко, свободно. С гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. Простатит, аденома, раннее семиизвержение, проблемы с потенцией. Забудьте об этих проблемах. Впервые в Ульяновске Вескласс Клиник аппаратное и медикаментозное лечение простатита и проблем с потенцией методом ударно-волновой терапии. Консультация и диагностика у врача-уролога-андролога всего 350 рублей. 44-69-69. С-класс Клиник. Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Партнер прогноза погоды многопрофильный медицинский центр С-класс Клиник. По данным сайта Гесметио 23 января в Ульяновске ожидается облачная погода. Возможен снег. Температура воздуха по области ночью от минус 2 до минус 4, днем минус 3, минус 6. В городе температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем 4, 6 градусов ниже нуля. Ветер преимущественно северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Простатит, аденома, раннее семиизвержение, проблемы с потенцией. Забудьте об этих проблемах. Впервые в Ульяновске в С-класс Клиник аппаратное и медикаментозное лечение простатита и проблем с потенцией методом ударно-волновой терапии. Консультация и диагностика у врача-уролога-андролога всего 350 рублей. 44-69-69. С-класс Клиник. Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Ульяновцев приглашают принять участие в историческом забеге. Уникальный полумарафон синхронно стартует 31 мая в 85 субъектах России. Ровно в 9 часов по московскому времени. По предварительным данным на старт выйдут более сотни тысяч россиян. Дистанции несколько. 1, 5, 10 километров и полумарафон в 21 километр 100 метров по маршруту, пролегающему в центре города. Суммарная длина дистанции более 3000 километров. Для участников необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и приобрести билет на нужную дистанцию. На дистанциях в 10 и в 21 километр участие доступно с 18 лет. В забеге на 5 километров можно участвовать и с 16. Пробежать 1 километр, кстати, Володь, можно и с детьми с 6 лет, но в сопровождении родителей. Наличие медицинской справки с допуском обязательно. Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание беговой столицы России. В 2017 и в 2018 годах ей стала Казань, а в 2019 Владивосток. А эфир продолжит рубрика «Это интересно». Зачем мне жениться? Люблю, веселиться красиво, мне нравится жить. Первым спектаклем года в Димитровградском драматическом театре имени Александра Островского стала премьера мюзикла «Красавица и чудовище». Для того, чтобы сделать что-то большое, для этого нужно сначала потренироваться, что называется, на кошках. И поэтому мы сначала сделали детский мюзикл. Очень получил хороший отклик в зрителях, и я думаю, что он хорошо пройдет. У него будет хорошая судьба в репертуаре. Но для того, чтобы сделать что-то большое, сейчас мы делаем ревизор, мюзикл, это такой вот тоже мюзикл-мюзикл-мюзиклович, что называется, для взрослых смешной, такой достаточно интересный, концептуально. Для того, чтобы его сделать, для этого нужно было научиться делать. Потому что опыта такого в театре нет. И, соответственно, если бы мы брались сразу, допустим, за ревизора, то нам бы на производство этого мюзикла потребовался год, наверное, примерно. Сейчас, в данный момент, мы можем позволить себе поставить его за 4-5 месяцев. Мюзикл, в том числе, это что-то новое. Это то, чего не было здесь 76 лет. И почему бы и нет, это очень популярная форма в данный момент драматического искусства. И плюс ко всему, я не буду скрывать, что, в принципе, и «Красавица, и чудовище» это как бы один из флагманов сейчас нашего репертуара. Это спектакль, который мы планируем на очень широкий экспорт. То есть именно на гастроли, поскольку мюзикл привлекательный для зрителей. Мы стараемся давать зрителю возможность поверить в то, что, невзирая на то, что мы живем в Димитровграде, мы можем себе многое... Мы ничем не отличаемся, скажем, от других регионов. Вся провинция, она вот здесь, в голове. Какая красота! Не тронь! Не тронь мою брилли! Есть какое-то такое Такое заблуждение расхожее у очень многих людей, что если театр какой-то провинциальный, то значит он должен работать на каком-то вот этом уровне. Я для себя таких уровней не вижу, мы себе подобных вещей не позволяем, и я не позволяю даже на уровне каких-то шуток подобные высказывания. Так вперед все в поход, поведу на бой народ, будет море крови! Страшной будет битва! Ты веди нас вперед, за тобой пойдет народ, мы чудовище убьем, замок мы сожжем огнем, будет зло разбито! Будет зло разбито! Будет зло разбито! Спасибо проекту «Культура малой родины», потому что если бы не было федерального проекта, мы бы не смогли себе позволить, конечно, ни красавицу и чудовище, ни ревизору. Потому что это затратно как с точки зрения авторского права, так это и затратно с точки зрения картинки, поскольку сам жанр не подразумевает упрощение. То есть, да, жанр мюзикла, он как раз достаточно требователен к качеству картинки. Известная во всем мире музыка Алана Менкина, одноименный мюзикл Тима Райса, культовый диснеевский мультфильм 1991 года и новый, недавний голливудский одноименный фильм оказали на демитровграфскую постановку не столь большое влияние, в отличие от сказки нашего земляка Аксакова «Аленький цветочек». Даже оригинальную музыку к премьере писал местный автор, композитор Екатерина Майорова. У нас такая компиляция, она вот так вот там между собой все слеплена, и такой получился достаточно интересный микс. Хотя, в принципе, на самом деле, наша красавица и чудовище сильно отличаются от других, потому что мы, в принципе, брали за основу только основную фабулу, а все остальное уже как-то появлялось по-другому. — Реакция зрителя, который, в принципе, искушен уже классическим мюзиклом и одноименным мультфильмом, тебя в чем-то удивила на твой спектакль? — Меня удивила реакция зрителей в том, что я, честно говоря, не ожидал такого ажиотажа вокруг того, что такой спектакль появился в городе. И мы ставили для себя цель вот этим произведением конкурировать с кинотеатром, и, в принципе, цели мы свои достигли, потому что дети это все дело смотрят хорошо, и более того, мы даже сейчас будем показывать мюзикл вечером, потому что у нас очень большой отклик со стороны взрослых. У нас женщины возрастные плачут в финале, то есть с большим удовольствием все это дело смотрят. — Настоящая любовь чары все развеет. — Настоящая любовь все преодолеет. — Легкость, естественность и простота. — Это про меня. — Нет, так вот дизайнеры говорят не про тебя, Володь, а о скандинавском дизайне. — Дизайне, вернее, о дизайне в скандинавском стиле. — Жители этих стран скандинавских не гонятся за роскошью, предпочитая светлые и уютные интерьеры. День ото дня этот стиль становится все более популярным и в нашей стране. — Да, скандинавский стиль изначально содержит в себе элементы из разных направлений. Он заимствует традиционность классики, простоту минимализма и функциональность конструктивизма. Валерия Лобода продолжит дизайнерскую тему. — Доброе утро, дорогие телезрители. И сегодня мы поговорим с вами о самом распространенном стиле 2019 года, который, кстати говоря, переходит в 2020 год. Это скандинавский стиль. И самый любимый он потому, что северные страны с Россией очень похожи климатом. И с давних пор скандинавские народы, так же как и российские народы, украшали свои деревянные жилища деревянными же декорами, а так же шкурами и предметами из кожи. Но сегодня скандинавский стиль идет дальше, и дизайнеры радуют нас тем, что каждый интерьер становится персонализированным, уютным и теплым. Поэтому, если пару лет назад вы выбрали это модное направление для своего дома, можете быть уверенными. Скандинавский стиль останется в тренде еще пару-тройку лет, но с небольшими изменениями. Проблема в том, что монотонные белые и серые интерьеры больше не актуальны. Но добавить новый оттенок к стенам можно не только с помощью обоев, но и с помощью аксессуаров. Сейчас я вам покажу идеальный вариант оформления, например, одной из стены в вашем доме. То есть вам не нужно переделывать все, просто внести маленькое изменение. Вот отличный пример того, как можно обновить квартиру в скандинавском стиле. Ошибочно считать, что скандинавский стиль очень ограничен в цветах. И он включает в себя только светло-серый, бежевый или белый. На самом деле все не так. В скандинавский интерьер можно вносить и другие краски, более теплых оттенков, как вы видели на том примере, который мы вам показали. И сделать еще более уютным минималистичный скандинавский дизайн можно с помощью мягкого, приятного на ощупь текстиля. И заметьте, как он красиво бликует на свете. Не бойтесь прибегать к использованию одного или двух ярких цветов в вашем интерьере. Например, вот такие прекрасные шторы яркого ягодного оттенка не только оживят вашу комнату, но и придадут ей уюта, потому что это приятный бархат. Если мы говорим про белую легкую тюль, то белый цвет создает в доме ощущение легкости и большого количества света. Поэтому здесь все только на ваш вкус и цвет. Модно и можно в этом сезоне все. И помните, дорогие телезрители, что скандинавский стиль это в большинстве своем светлые и простые интерьеры. Поэтому постарайтесь не переборщить с деталями, чтобы квартира была максимально просторной и пропитанной воздухом. Тогда вам в ней будет точно комфортно и приятно. Володя, какой твой идеальный завтрак? Что ты забавляешься? Ты так с самого утра неугомонный. Я все ждал просто вопроса. Он питательный, он вкусный и все. А вот мой идеальный завтрак еще со времен садика. Это, знаешь, молочная каша. Сладенькая. И чтобы обязательно на краешке посудины, тарелочки, лежал кусочек сыра. Его потом на хлеб серый, между ними масло. Ой, так вкусно. Я вот предлагаю сегодня о сыре поговорить с нашим гостем. Элла Глебова, глава крестьянско-фермерского хозяйства. Вы, Элла, точно о сыре знаете все. Доброе утро. Ну, если не все-то много, сыр – это целый мир. А с чего все начиналось? Ваша любовь к сыру? Я люблю сыр, да. То есть надоел магазинный, и встал вопрос только, а не сделать ли самой? Я всегда искала продукт, которым было бы интересно заниматься. Это вот он. А почему именно сыром интересно заниматься? То есть чем он так завлек, наверное, процесс? Вот я говорю, что это целый мир, он настолько многогранен, чем больше погружаюсь, как океан, тем глубже, тем выше волны. Очень интересно. Ну, а начинали с того, что для себя готовили, да? И как вот постепенно перешли? Ведь целое сейчас у вас производство сыров. У нас все очень глобально. Ну, в моем масштабе у нас не только производство сыров. Мы же запустили овечью ферму, и мы ее запустили именно для молока, именно для сыров. То есть мы будем делать классический ракфор. Знаете, что такое классический ракфор? Ракфор, что это за сыр? Это сыр с голубой плесенью из овечьего молока. То есть вот тот ракфор, который в мультике, помните? Ну да, это я помню. И у него там усы вот так. Это вот он. То есть он такой в меру пахучий, ароматный, терпкий, сливочный. Такое целое богатство вкусов во рту. Но если не ошибаюсь, это как раз Фабрицио, итальянский сыродел. Вот для этого и приезжал в том числе, чтобы рассказать секреты. Или вот вы перенимали опыт у него? Да, да, да. Я его... Это очень известный в наших кругах технолог. Он сотрудничает с сыроварами не только в Италии, в России. Он много ездит по миру. У него около 40 авторских своих рецептов. Он работал на Гальбане 15 лет. И, соответственно, мы с ним отваривали сыры именно для овечьего молока. Вот сейчас, после Нового года, у нас появилось овечье молоко. Я приглашаю вам приезжать к нам на ферму. Это действительно очень интересно. Это очень красивое место у нас. И, соответственно, мы с ним варили сыры для того, чтобы сейчас уже из овечьего молока продублировать их и начинать. Чем уникально наше предложение по Рокфору, что это классический сыр из голубой плесени. Это достаточно крупные головки. Если в магазине его увидите, то они вот не меньше. А классическая горгонзола, например, итальянская, 9-11 килограмм. Итальянцы любят крупные размеры, 45. А мы варим пикколо. То есть это вот маленький размер, 7-сантиметровый. Мы его вот уже созреваем, мы его отварили, созреваем, смотрим, как он себя ведет. Потому что у Лоренцо были определенные опасения по тому, как он будет созревать. И вот мы сейчас все это смотрим и принимаем решение. Но начнем мы с твердых сыров. Это будет два сыра Бриганты и классический Манчега. Бриганты, знаете, почему название такое интересное? Вообще у сыров всегда название, как правило, по месту производства или создания, по фамилии имени автора или по типу, классу сыров. Вот, три варианта. Вот этот Бриганты — это сыр с острова Сардиния. Его, когда его делали фермеры и отправляли судами торговать купцы, то его воровали контрабандисты. И Бриганты — контрабандист в переводе с итальянского. То есть Бриганты — это сыр, который воровали контрабандисты. То есть мы будем варить, он очень яркий. Мы его отварили тоже из коровьего молока, вскрыли вот после новогодних праздников. У него очень яркий, насыщенный вкус, ни на что не похожий, очень сливочный. И эта сливочность будет еще сильнее проявляться в овечьем молоке. Потому что знаете, какое вообще сочетание жир-белок-овечье-молоко? Ну, у коровы какая жирность? Какой белок? Ну, вот так. На упаковке я знаю, два и восемь пишу. Три и два. Три и два, да. Три и два — это цельное молоко. Три и два — это хороший показатель белка. Вот я сейчас варю вот эти сыры, что я предвезла. Это все из коровьего молока. Три и два. И жир примерно 3,8-4. То есть это классическое сочетание для варки сыра. То есть это не должно быть шесть, например. Если шесть, то это уже высоко. Это лучше варить сыр из белой плесни. Они будут более сливочные. Например, порода джерсей. Есть такая очень популярная сыродела в породу коров. Вот из нее как раз варится сыр из белой плесни. А я варю из галштинов, сементалы очень хорошо подходят. Швейцарская порода, из которой варят маздамы, гриеры. Вот это вот из сементалов варят. Про что я? Про овечье молоко, да? У него, знаете, какой белок? Не меньше пяти. Пять, три и два. У козы четыре. Самый большой у овцы из вот таких животных домашних — это пять. И жир у него 7-8. Ну, выходит, что овечье — это самое подходящее овечье молоко для того, чтобы делать такие сыры. Или не всегда? Из овечьего молока можно много вкусных сыров сварить. Вопрос. И плесень будет прекрасная. Белая, голубая. И выдержанные сыры. Вообще манчега — один из сыров, который мы будем сейчас отваривать. Это классический овечьий именно сыр. То есть, если вы видите название манчега, это должно быть овечье молоко, да. У меня вот вопрос возник. Раз уж сыру присваивается название согласно месту, когда там ульяновский... Как тут, да? Да, какой-нибудь ульяновский на итальянский манер. Может быть, свой рецепт, который будет только у нас вариться? Может быть. Я же не могу... Есть названия сыров, которые зарегистрированы, которые, например, нельзя брать. Ну, например, камамбер-де-нарман — это классический сыр, который зарегистрирован торговой маркой. Возможно, мы будем такой сыр варить, но начнем с отработанных вариантов. А те, которые сыры сейчас, например, мы отвариваем, они по месту моего первого обучения, по региону Пьемонт в северной Италии, где первый раз вот я училась. А какие сейчас сыры вы производите? Мы, как классическая сыроварня, сейчас производим четыре типа сыров. Мы варим в направлении свежие сыры у нас есть, обязательно свежие сыры, без консервантов, мало соли, у которых маленькие сроки созревания. Соответственно, они очень нежные, их можно кушать так, можно в салат, можно жарить. В общем, многообразие большой рецептов. Мы варим классические твердые, полутвердые сыры, вот, например, классический Пьемонт, без добавок. Чем интересны вот такие сыры, если вы его, например, в магазине приобретете, вот он 300 грамм, головочка, да, вы его в холодильнике можете у себя созревать. Вы знаете, что сыр всегда живет, даже у вас в холодильнике, представляете, как его купили? Там всегда идет процесс. Вот этот сырок можно созревать у себя даже до года в холодильнике, и у него будет более насыщенный вкус, меньше влаги, он будет более яркий. Но это, соответственно, его только не резать? Нет, нет. Когда вы вскрыли, у него уже начинаются окислительные процессы, с кислородом взаимодействуют, и, соответственно, его нужно кушать в ближайшее время. Вот. Вот это вот Пьемонт. И мы варим сыры с белой плесенью. Вот этот сыр у нас с золотой медалькой 2018 года с агропромышленной выставки «Золотая осень». Мы возили, вот этот камамбер мы возили. В этом году у нас тоже он с медалью. Я вот его вскрою, смотрите, он. Это белая плесень классическая. Мы с фабрицией его доработали. То есть я хотела в нем его сделать более нежным, более нежным, более мягкой структуры получить. Соответственно, мы этого добились. И сейчас очень хорошие отзывы от клиентов. Как правильно кушать и открывать сыр с белой плесенью? Это бумага специальная. Бумага специальная для созревания сыров с белой плесенью. Она состоит из двух частей, видите? Вот она на краешке, ее видно, да? Это бумага и такая микроперфорированная пленочка. Она позволяет создавать микроклимат определенный и влажность в районе 80% минимум. Это позволяет сыру дальше созревать, комфортно себя чувствовать. Вы его на столе достаете, открываете, даете ему подышать 10-15 минут. Вот он такой. Ему сейчас так пахнет грибами. Можно понюхать. Он молодой, молоденький. Это не стадия носки. Носки стадия 2 месяца. А есть стадия носки? Обязательно есть поклонники этой стадии. Если у вас будут готовы рецепторы, тоже его у себя в холодильнике посозревайте закрытым. Ну, до конца срока годности еще недельку. И потом вы сразу открывая холодильник почувствуете эту стадию. Вот вы не пропустите ее. То есть дождаться срока годности и ее пропустить? И немножко за недельку, да. То есть у сыра, вот например, почему я говорю, что до года созреваете. Вот у нас есть срок годности, если хотите посмотреть, там написано, сколько сейчас. 90 суток, да, мы даем. Смело можно за нее заходить. Вот, в сыре закрытом. Вот. А это белая плесень. Вы даете подышать и начинаете его, соответственно, нарезать. И вы видите, как он себя ведет. Его можно пожарить. Он будет прекрасен. С грушей, например, в карамелизированной. Вот. И, соответственно, мы варим сейчас голубую плесень. Вот у нас у классической сыроварни, как правило, вот все направления есть. Вот. Ну, то есть, а плесень, она же как-то отдельно выращивается специально. Отдельная камера. А, вы видите, ту, что мы сюда вносим? Да, да. Это благородная плесень. Да, да, да. Есть до рублевого селедка. Как она появляется вообще на свету? Есть несколько крупных концернов во всем мире. И они производят закваски и благородные плесени. Один из концернов, на которые работает как раз сейчас фабриция, это Сакко. Сакко Клеричи. Это итальянский концерн. Они очень известны. И они производят голубую плесень. В том числе для всей горгонзолы, которая в Италии производится. Они делают для нее голубую плесень. Белую плесень также они делают. Это пенициллин. И она, соответственно, как вообще белая плесень, для чего она, да? Вот здесь мы корочку защищаем покрытием специальным, да? То есть латекс плюс парафин наносим. Вот это и есть защита. В голубой плесени она созревает в натуральной корке. У нее вся голубая плесень внутри. Здесь же вся плесень, соответственно, снаружи закрывает сыр и позволяет ему дальше созревать и не портится. Вот так да. Вот так да. Никогда бы не подумала. Нет, у меня однажды залежал сыр с плесенью, но уже открытый. Потом я обнаружила, что на этой плесени появилась еще одна плесень. Но, влядь ли, это была благородная. Дикая, дикая. Всегда очень агрессивно. Агрессивно, да. Местная. Местная плесень. Вы ведь с сырами, наша гордость, вы ведь эти сыры уже, они у нас распространились далеко за Ульяновскую область. Где сейчас можно попробовать эту продукцию? Кто уже наслаждается ей? Я работаю с гастромаркетами у нас в Поволжье, в Самаре, в Казани. Интернет-магазин такой, и станция плантация. Если интересно, зайдите, посмотрите. Все они специализируются на натуральных продуктах. То есть я с такого рода работаю розницей. Рестораны, которым хочется добавить интересные натуральные продукты. Собственно говоря, в Поволжье, в Москве, в Санкт-Петербурге. То есть там, где есть потребность в такого рода продукте. Самое главное, спрос-то есть. Люди хотят. В сегменте натуральных продуктов спрос не эластичен по цене. То есть для потребителя определяющим является, конечно, качество продукта и его состав. Поэтому, например, я всегда говорю людям, которые приходят ко мне на экскурсию. Я, во-первых, всегда приглашаю до производства для того, чтобы люди видели, в каких условиях мы производим продукт, что мы используем. Чтобы они прикоснулись к этому, чтобы поняли, с какими продуктами этот сыр лучше сочетается. Какие-то для себя открыли новые варианты. Ну да, сейчас вы даже про грушу сказали, и для меня это было удивительным, что можно пожарить. Вот это сочетание сливочность, соль, сладость и немножко кислинка. Если вы вот в блюдах это сочетание найдете этот баланс, то, соответственно, рецепторы будут реагировать и будет очень вкусно. Вот. Говорю о том, что это важно знать, как это производится. Я никогда не скрываю, где я беру молоко. Сейчас есть такая система Меркурия, я думаю, Ваня тоже слышали, да. И нашу продукцию вы найдете на полках у нас в Ульяновске в категории без заменителей молочного жира. Для меня чем прозрачнее, тем лучше. Летом мы прошли сертификацию, есть такая добровольная сертификация производства безопасности пищевой продукции, ХАСП. и имеем этот сертификат. Поэтому для моих клиентов это важно. Это важно для меня. И я всегда езжу на выставки, встречаюсь, стараюсь встречаться сама с моими покупателями. У Олега Сирата есть такой фестиваль, может быть, вы знаете, там каждый год санкции они отмечают. И вот я уже второй год участвую, и это все масштабней и масштабней. И все больше людей вовлекается в это, и им нравится. И они остаются и продолжают потреблять этот продукт. В принципе, если в обычный рецепт сыра добавить что-то, чего там раньше никогда не было, это уже получится новый, его можно там своим именем называть? Ты все мечтаешь о своем имене. Что-нибудь, да? Да. Я думаю, что да, и сыр, сваренный по одному рецепту из разного молока, от разных коров, он уже будет разный. Любое творчество в этом процессе приветствуется, но в разумных пределах. Без дикой плесени желательно. Ну что ж, вот на такой позитивной и вкусной ноте, жаль, что вот мы не можем этот аромат передать через экраны, но поверьте, сыр приятно пахнет. И тем, кто собирается сейчас завтракать, приятного аппетита. У нас в гостях была Элла Глебова, глава крестьянско-фермерского хозяйства. А мы продолжаем. 40% своего времени мы проводим на работе, а еще 30, Володь, мы спим. Это очень грустно прозвучало. 40, 30, и того 70, куда последние 30% девать, непонятно. Но все-таки вот это время, которое ты сказала, 6-9 часов каждый день, и человек значительную часть жизни проводит во сне, а оставшуюся часть мечтает выспаться. Это точно хороший сон, это основа всего, и качество сна влияет на ежедневное самочувствие, здоровье и продуктивность днем. Секретами хорошего сна поделится с нами наш эксперт Оксана Галеева. Ей слово. Всем доброго утра. С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской детской йоги. Вся наша жизнь – это длинный путь, и каждый путь начинается с маленького шага. Сегодня мы сделаем вместе шаг к здоровому образу жизни. Обычно утром я рассказываю, как правильно проснуться, но на самом деле сам сон – это немаловажное мероприятие. Сон – это время капитального строительства нашего организма. Уже многочисленные эксперименты доказали, что неполноценный сон влияет как на наше здоровье, так и на набор лишнего веса. Если недосыпает мужчина, у него повышается гормон, который усиливает аппетит. А если недосыпает женщина, у нее снижается уровень гормона, который подавляет аппетит. В любом случае это ведет к набору лишнего веса и к большему потреблению пищи. Продолжительность здорового сна должна быть не менее 8 часов. И, конечно же, ложится лучше в свое биологическое время – время активности левого полушария. В это время наш организм уже готовится ко сну, снижается уровень сердечных сокращений, снижается уровень выделения гормонов. Наш организм начинает отдыхать. А как же узнать это время активности левого полушария? Чтобы долго не ворочаться на боку, когда вы ложитесь спать, определите уровень активации вашего левого или правого полушария. Я предлагаю небольшой тест. Что мы делаем? Мы определяем активность дыхания правой или левой ноздри. Мы зажимаем пальчиком правую сторону и делаем несколько дыханий. Обратите внимание, как дышит у вас левая сторона. Затем меняем, зажимаем левую сторону и дышим правой ноздрёй. Здесь важно определить, какое дыхание у вас лучше. Если лучше работает левая, значит и активность левого полушария у вас сейчас больше. Поэтому вам лучше идти спать в это время. Ваше тело готово переваривать всё то, что осталось в желудочно-кишечном тракте. Переваривать всю информацию, которую тело получило за день. И готово спокойно отходить ко сну. Хорошо, если это время придётся до 11 часов вечера. Потому что в это время с 23-х начинает активироваться самотропный гормон. Это гормон роста. Для деток он помогает расти, полноценно развиваться. А для взрослых этот гормон является неким помощником залатывать всё изнутри. То есть лечить наши ранки. Этот гормон является заживляющим. А также помогает использовать накопившуюся энергию в жировых запасах. Я хочу вам посоветовать несколько мероприятий, которые вы можете совершать для того, чтобы спокойно подойти к подготовке себя ко сну. Ну, во-первых, незадолго до сна найдите время для 10-20 минутной пешей прогулки. Очень хорошо, если вы будете гулять со своими детьми либо семьёй. Если же не позволяет погода, погодные условия, то вы можете по-другому помочь расслабить своё тело. Примите тёплую ванную. Важно, чтобы она была тёплой, а не горячей. Очень хорошо, если вы добавите ароматы, если у вас будет ароматизированная соль, либо эфирные масла, которые дополнительно успокаивают. Проветрите заранее спальное помещение, комнату, в которой вы будете спать. Постарайтесь проследить, чтобы последний приём пищи у вас был за 3 часа до сна. И, конечно же, ложитесь на активацию левого полушария. Проверьте ещё раз своим тестом. Но если вы очень хотите, вам нужно уже спать, а вы чувствуете, что не ваше время, либо у вас активна правая сторона, то ложитесь на правый бочок. 10 минут такого положения активирует нужную вам сторону. Ещё один момент. Если вы легли и всё-таки ворочаетесь, если вам плохо засыпать, то я предлагаю вам сделать небольшое упражнение, которое используется в практике йоги. Хорошо это делать на постели, ложиться на живот, облокачиваться на локти и свой подбородочек ставить на основании больших пальчиков, на ладошки. Когда мы облокачиваемся, мы проводим ручками по подбородку до скуловых мышц. Ещё раз. То есть мы это делаем от 3 до 5 раз. Лучше это делать на постели. Ещё раз напомню. Лёжа на животике, облокачиваясь локтями на кровать и чтобы был уже выключен свет. Я надеюсь, что это поможет вам сладко заснуть. Соблюдайте свой режим сна и бодрствования и с лёгкостью засыпайте. Продление материнского капитала, введение дополнительных пособий на детей, продолжение реализации социальных контрактов. Основные направления по поддержке семей с детьми, о которых говорил президент в ежегодном послании. Меры поддержки федеральные дополнят региональной помощью, расширят возможности капитала семья в части погашения ипотечного кредита. По оценкам специалистов, это позволит в 2020-м реализовать ещё 5000 таких вот сертификатов. С начала текущего года многодетные семьи смогут выбрать одну из двух соцвыплат – 300 и 700 тысяч рублей. Первую можно будет направить на первоначальный взнос по кредиту при строительстве дома, во вторую – на частичное возмещение затрат семьи, понесённых при возведении жилья. А эфир продолжит рубрика о главном. Сенгилей, берег Волги. Губернатор с объездом по району заглянул на огонёк в Тиждегладь – первый парк в этом небольшом городке. Он появился благодаря победе местного проекта благоустройства общественных пространств среди малых городов России. Парк очень хороший, парк – нужный город. Нет, красивый. И молодёжи, и все. И не только парк, сожрели, не ходите. Конечно, конечно. Такого масштабного преобразования этот город действительно не знал давно. По плану тут и большая детская площадка, и зона для подростковой активности, простор для семейного отдыха. К 31 декабря успели наметить контуры проекта. Мне дали слово. Я говорю, здесь будет места много. И вот те, кто ролик смотрел, говорят, Тянька, ну что ты сказала? Откуда тут место появится? Ну, откуда оно место возьмётся? Нет, вы посмотрите, сколько. Какая, какая обширная территория. А что здесь вот болото всё стояло? Ведь болото. И здесь кустарник, глём сплошной стоял. Впереди ещё много работы, при этом предстоящую масленицу местные жители хотят проводить именно здесь. Глава района подтвердил – слово народа – закон. По задумке авторов, проект «Тиждогладь» должен пробудить интерес к блинной столице у туристов. Обкатку проходят на местных жителях. Мы всю жизнь здесь гуляем. Только гуляли вот, да, вот тут кругом чапыжник был, деревья непроходимые. По берегу всегда гуляли. И приезжают гости родные, вот. И всегда-всегда гуляли, фотографировались все здесь. Есть к проекту и претензии, однако их с каждым разом всё меньше. Пространство действительно меняется на глазах лучшую сторону. У сенгелеевцев всё больше идей. Что ещё нужно здесь построить, воздвигнуть, разместить, чтобы жизнь в небольшом провинциальном городке заиграла новыми красками. У нас осталось вот только, как я называю, сделать маяк. Ну, маяк и пляж. А, пляж. 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 И речки у нас две. Тут речка, тут речка. И Волга большая. А пляж вот один. И неустроенный. Работы по благоустройству парка должны продолжиться уже этой весной. И завершится летом. А там, почему бы и нет, очередь дойдёт и до обустройства пляжа. В 73-м регионе продолжится работа по развитию цифровых технологий. Соответствующее соглашение подписали губернатор Сергей Морозов и генеральный директор СКБ «Контур» Евгений Филатов. Компания-лидер среди разработчиков программного обеспечения сотрудничества в первую очередь позволит упростить работу с документами. Уже сейчас опробованы пять пилотных проектов по электронному документообороту в Ульяновском, Цельнинском, Кузоватовском, Старомаинском и Чердоклинском районах. Итогом подписания соглашения станет полное масштабирование проекта на все муниципальные районы Ульяновской области. Здравствуйте. Меня зовут Сайгушев Олег. Я эксперт по финансовым рынкам. И в сегодняшней передаче мы с вами подробно разберем о таком виде, такой налоговый вычет, который называется инвестиционный. В налоговом кодексе Российской Федерации предусмотрена возможность гражданам Российской Федерации ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей от суммы пополнений на специальный инвестиционный счет, который сокращенно называется ИИС – индивидуальный инвестиционный счет. Этот счет открывается в инвестиционных компаниях, в банках, в страховых компаниях, управляющих компаниях. И в случае, если гражданин является плательщиком НДФЛ, то можно за счет возврата НДФЛ возврат от сделанных инвестиций получать возврат в размере 13% от суммы ежегодного пополнения. Для сравнения, если мы размещаем денежные средства в банковский вклад, мы не можем получать это на инвестиционный налоговый вычет. Мы получаем только фиксированный процент по договору банковского вклада. Если же мы размещаем средства на инвестиционный счет, приобретаем через этот счет какие-то ценные бумаги, допустим, те же самые облигации федерального займа, давая в долг нашему государству, ну, примерно по ставкам в 7% в год, мы можем претендовать дополнительно на гарантированную государством льготу налоговую за счет возврата НДФЛ максимум 52 тысячи рублей от каждого пополнения. Что делает, несомненно, привлекательность такого рода способа при умножении капитала более интересной, нежели банковский вклад. Но мы понимаем, что за этими инвестиционными историями всегда есть дополнительные риски, о них мы отдельно рассказывали в предыдущих передачах, но, тем не менее, доходность такого рода вложений, используя этот налоговый вычет, естественно, становится более привлекательной. Но для тех, кто не является плательщиком НДФЛ, этот налоговый вычет неприменим. Он условно называется тип А вычет, но для них есть возможность получить налоговую льготу через индивидуальный инвестиционный счет в виде нулевого налогообложения с доходов, полученных от операций на этом счете. Ну, какие эти операции проводятся, мы уже говорили. Приобретение, покупка, продажа тех или иных ценных бумаг. То есть те же самые облигации, корпоративные, акции и так далее, с прибыли, которые мы получаем от операций по этому счету, мы как граждане обязаны уплачивать 13-процентный налог на доходы. Но если это делается через индивидуальный инвестиционный счет, то тогда можно применить вот эту льготу нулевой НДФЛ. Та же самая экономия, наш дополнительный доход. В текущем законодательстве есть некие ограничения по этому типу использования инвестиционного счета. Первое ограничение – максимальная сумма пополнения 1 миллион рублей в год, больше пополнить технически не получится. И второе ограничение – чтобы претендовать на все эти льготы, данный счет должен быть действовать не менее трех лет, больше трех лет. То есть, если мне средства, вложенные на этот счет, понадобятся ранее этого срока, я их без потери дохода могу возвращать, но тогда право на налоговую льготу я просто потеряю. Вот такой интересный инструмент. На текущий момент уже с 2015 года в России действует эта государственная программа. Этот инструмент рекомендую всем использовать в своих портфелях и повышать эффективность ваших вложений. Спасибо за внимание. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире программа «Реальность». Вечером 21 января годовалого малыша нашли под окнами одного из домов в Засвияжском районе. По версии сотрудников правоохранительных органов, ребенок забрался на диван, с него перелез на подоконник и открыл окно, в то время как мама и бабушка находились в соседней комнате. Позже родители увидели открытое окно. Выпавший малыш чудом остался жив. По версии следователей, падение смягчил снег. Скоро вот увидела я в окно, на деяле батюшки пронесли кого, а потом узнала, что мальчишку это упало. Семья хорошая, я про них ничего не сказала. Гулять, она каждый день с ними гуляет. Все время. Про бедишки такие никогда, никогда. Плохого я про них ничего. И любого каждого спросите, никто вам не скажет плохого. Следственный комитет Ульяновской области проводит проверку, выясняя все подробности случившегося. По данному факту проводится проверка. Следователями следственного комитета проверяются условия жизни ребенка. По результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас малыш в руках медиков, которые делают все возможное для сохранения жизни и здоровья маленького пациента. Его состояние врачи характеризуют как тяжелое. На основании обследования установлено, что у него есть сочетная травма, множественные повреждения головы, туловища. На данный момент состояние ребенка тяжелое. Он находится в отделении реанимации, получает интенсивную терапию. Ульяновские медики просят родителей быть внимательнее, устанавливать на ручки окон дополнительные средства защиты, помнить, что москитные сетки – лишь иллюзия безопасности. И главное, ни в коем случае не оставлять открытыми окна, если в квартире есть маленький ребенок. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Покупка и продажа без регистрации и подтверждения личности. Мировая паутина не только облегчает жизнь пользователям, но и развязывает руки мошенникам и производителям запрещенных или контрафактных препаратов. Если говорить относительно БАДов, то тоже есть перечень продукции, где содержатся различного рода, ну в частности наркотические или еще какие-то вещества, лекарственные, то их продажа также запрещена по дистанционной продаже. Недавно одна из коммерческих организаций попалась под горячую руку сначала прокуратуры, а потом и Роспотребнадзора. Размещение информации о продаже и распространении на территории Российской Федерации биологически активных добавок, в том числе для детей. По которому проверку установлено, что в ряде такой продукции содержались консерванты, а также использовались растения, использование которых в составе продуктов для детей запрещено. На сайте содержалась информация о распространении гомеопатических препаратов под видом биологически активных добавок. В составе некоторых обнаружены растения, содержащие психотропные и наркотические вещества. В связи с этим прокурор Засвияжского района направил в суд исковое заявление о признании сведений, содержащихся в приложении запрещенными к распространению на территории Российской Федерации, обязав компанию удалить его из магазина мобильных приложений. Случай с приложением показателен. Аналогичные ресурсы открываются практически ежедневно, а специалисты порой не успевают оперативно реагировать на их появление и своевременно пополнять списки запрещенных и сомнительных продуктов. Так что в большей степени именно мы ответственны за собственную безопасность в интернете. Павел Петриков, Алексей Слипченко, Геннадий Буфтояров, репортер 73. Детали мебели и фанера – основная продукция индийского деревообрабатывающего завода. Сегодня здесь работает более тысячи сотрудников. Городообразующее предприятие расширяется и с 2014 года внедряет систему бережливого производства. Уходят лишние запасы, оптимизируется рабочее место. Того уровня, которого мы сейчас достигли, это хороший, я считаю, уровень, но необходимо еще двигаться дальше, развиваться и получать помощь от уже более квалифицированных специалистов. Усовершенствовать систему, пригласить лучших федеральных экспертов и получить финансовую поддержку. Завод сможет с Нового года, став участником национального проекта «Производительность труда». В программе принимают участие предприятия абсолютно из разных отраслей. То есть это и металлургия, и мышоностроение, и сельское хозяйство, и легкая промышленность. Во-первых, это тот экспертный состав, который формирует саму команду проектную. И во-вторых, это наши эксперты. Они действительно профессионалы своего дела, и они очень открыты, они готовы делиться своими кейсами, своим опытом и сопровождать проектные команды. Национальный проект в России запустили еще в 2018-м. За два года в программу включили 48 регионов, более 500 предприятий. Им оказывается серьезная поддержка. Речь идет не только о создании и развитии системы бережливого производства, но также цифровизации и оптимизации труда. Плюс возможность обучения сотрудников и получения финансовой помощи. Речь идет о возможности получения льготного взаима под 1% до 300 миллионов для предприятий, которые примут решение о вхождении в данный национальный проект. Если речь идет о компенсации оплаты консультантов, то здесь верхняя планка не определенная. За 2020-й в проект войдут 6 ульяновских предприятий. Планы до 2024-го привлечь почти 60 компаний. Но есть и те, кто более 10 лет не только внедряет у себя систему бережливого производства, но и делится опытом с другими компаниями. Первое – это повышение эффективности, как следствие рост прибыльности компании за счет сокращения сдержек либо роста доходов. Вторая цель, которую мы перед собой ставили в рамках развития производственной системы – это повышение уровня удовлетворенности наших клиентов. И третье по списку, но не по значению – это уровень удовлетворенности и увеличенности наших сотрудников. Сегодня уровень производительности труда в Ульяновской области по оценке экспертов чуть больше 3%. Задача – повышать ее каждый год на 5%. Выявлены системные проблемы в том, что наше предприятие, мы работаем по старинке. Работаем много, напряженно, сильно устаем, мы с совралами. Но по факту, если посмотреть на реальные цифры, то получается не та картинка, которой хотелось бы. Для предприятий есть критерии участия в национальном проекте. Это объем выручки от 400 миллионов рублей. Доля иностранного капитала не превышающая 25%. И последний пункт компании должны работать в обрабатывающей промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, транспорте или строительстве. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Первое занятие в школе юного поисковика. Проект «Живая память» работает в Ульяновске третий год подряд. Начинают с АЗОВ, рассказывают об истории Великой Отечественной, перемежают это с информацией о поисковом движении и участии наших земляков в боях и сражениях. Ликбезы переходят в теоретические занятия. Чтение карт, разбор документов, знания по анатомии человеческого скелета, занятия по эксгумации останков. Для многих уже на этом этапе становится понятно, что ему ближе. Найти все документы. Некоторые документы до сих пор скрыты военными архивами. И тяжело. Ну, я как человек, мне больше нравится работать в поле. Больше плевает такая работа, потому что это свобода. Основа успешного поиска – знания. Но и госпожа удача тоже здесь. Любят девушек, говорят поисковики. Именно девушки чаще всего совершают поразительные находки. Ирина, например, наткнулась на воронку с 59 бойцами. Самое главное – это не трогать то, что ты не знаешь. Вот, например, лежит какой-то определенный снаряд. Ты его не знаешь, лучше позвать человека, который разбирается в этом. Он это поднимет все, отнесет на безопасное расстояние и уже передаст это все саперам. Также очень важно знать правила эксгумации, как поднимать бойцов, чтобы не упустить никакой детали. Сегодня школа полна слушателями. Останутся до конца и выйдут в поле далеко не все. Мы надеемся, что у них сердца. Сердца мы у них зажгем. И многие из них уже окунутся в поисковые экспедиции. Но если брать сухую статистику, примерно одна треть остается и работает в поисковых экспедициях и поисковых отрядах. Но эта одна треть, она стоит даже сотни, я бы сказал. В этом году «Авангард» прежде всего отправится в Новгородскую и Ленинградскую области. А летом примет участие в крупной международной экспедиции под Калугой. Тренировочный и разминочный, а еще демонстрационный и зал хореографии. В Засвияжском районе возводят центр художественной гимнастики. В декабре здесь начнут устанавливать оборудование. Сдача этого спортивного объекта уже в этом году. Открытие центра художественной гимнастики с нетерпением ждут спортсмены. Кстати, у этого спорт-объекта уже есть свое название «Татьяна-арена» в честь председателя региональной федерации художественной гимнастики. Заслуженного тренера России Татьяны Николаевны Грибковой. Сегодня продолжается монтаж трибуны на 500 мест. Здесь появится небольшая гостиница для спортсменов и закусочная. Тренерские, раздевалки, душевые. Объем работ в 2020-м на сумму порядка 320 миллионов рублей. Сейчас, конечно, идет уже внутренняя отработка строительных работ. Это электрика, вентиляция, пожарная сигнализация, это чистовые полы, перегородки. Ну, то есть, все, что касается внутренних работ, они на сегодняшний день на площади будут производиться порядка 10 770 квадратных метров. В железнодорожном районе продолжается строительство ледовой арены. Здесь будут развивать два олимпийских вида спорта – хоккей и фигурное катание. В промежутках между тренировками спортсменов выделят время и для массовых катаний. В этих помещениях зал хореографии для фигуристов, зал тяжелой атлетики для хоккеистов и зал ОФП, ну, фигуристы-хоккеисты объединенные. Там три больших зала, внизу шесть раздевалок. Мы специально ездили в Самбо-70 в Москву, вот эту бери, затренируюсь, все вот это вот. Посмотрели, как для соревнований, для международных, что нужно. Очень много будет раздевалок. Еще сотню спортплощадок установят в ульяновских дворах уже в этом году. Главное условие, подчеркнул губернатор, разместить их необходимо именно там, где это удобно горожанам. Разместим часть из этих площадок около подростковых клубов. У нас, слава богу, там 7-й цветов жил. И вот, правда, надо, как мы договаривались, серьезно оздоровить, придать ему новое дыхание. Возможно, нам предстоит разместить эти спортивные площадки или какую-то часть рядом с небольшими объектами спорта, как, например, поселок Моторного завода. Такие дворцы должны быть. И чем больше, тем лучше. Потому что через спорт мы можем отвлекать молодежь от наркотиков, от криминала, от всего плохого, понимаете, и вовлекая в спорт. Из планов на текущий год создание малых спортивных площадок ГТО, закупка спортооборудования, материальная поддержка одаренных спортсменов и организаций, что подготавливают спортрезерв для сборной России. Деньги на это уже выделены. Сумма почти 700 миллионов рублей. Екатерина Терещенкова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Начало матча осталось полностью за ульяновскими хоккеистами. Дмитрий Скворцов и Андрей Крайнов уже к 15-й минуте сделали счет 2-0 в пользу «Волги». После стартового рывка волжане отдали инициативу сопернику, который с лихвой воспользовался возможностью и ошибками ульяновских защитников. «Родина» не только отыгралась, но и сумела повести в счете. Однако к перерыву «Волга» сумела восстановить равновесие и первый тайм, как и в предыдущем матче против «Уральского Трубника», завершился со счетом 3-3. Две команды очень похожи, очень большую ставку ставят на атаку. Действительно, на атаку атакуют много. И атаки они разноплановые, хорошие, интересные, как плановые, так и контратака – это тоже часть атаки. Ну и в этом сегодняшнем матче победил тот, кто удачнее был в атаке. Второй тайм полностью можно занести в актив ульяновской команды. Волжане больше играли в атаке, лучше оборонялись. Второй тайм, я думаю, уже под нашим контролем проходил. В движении мы были получше, с реализацией наконец-то у нас реализовали моменты, которые создали. Важный аспект любого опасного момента – его реализация. Последний удар, после которого мяч влетает в сетку ворот соперника. Шесть раз во втором тайме волжане сумели огорчить голкиперы «Родины». Кировчане ответили всего одним голом. При этом, несмотря на доминирование «Волги», матч выдался напряженным. С обилием удалений, жесткой борьбы и, как следствие, с травмами. Единственное, что хотелось бы просто, я не знаю, выразить огромное такое, знаете, вот, не знаю даже, как это, уважение, что ли, просто к врачу команды «Волга». Вот я специально при… вот в шапке я снимаю просто перед ним шляпу. Игрок, игрока унесли на носилках, и через 30 секунд игрок уже играл на поле. Моё мнение, ему надо работать где-нибудь на военной базе в Сирии. Итоговый счёт 9-4. Подопечные Сергея Горчакова выиграли второй матч подряд. Впереди небольшая пауза в чемпионате, а уже 1 февраля ульяновская ледовая дружина на своём льду примет архангельский водник. Наступает время создавать новое. Время оттачивать своё мастерство. Быть безупречным в детали. Лучшим из лучших. Гросс. Гарантия совершенства. С добавкой здравурни сушка, Куры несутся зимой, как летом. Будь подвижным, энергичным. С гелем-активист. Двигайся легко, свободно. С гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. Простатит, аденома, раннее семиизвержение, проблемы с потенцией. Забудьте об этих проблемах. Впервые в Ульяновске, в С-класс клиник. Аппаратное и медикаментозное лечение простатита и проблем с потенцией. Методом ударно-волновой терапии. Консультация и диагностика у врача-уролога-андролога. Всего 350 рублей. С-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. С-класс клиник. Партнер прогноза погоды – многопрофильный медицинский центр С-класс клиник. По данным сайта Гесметио, 23 января в Ульяновске ожидается облачная погода. Возможен снег. Температура воздуха по области ночью от минус 2 до минус 4. Днем минус 3, минус 6. В городе температура воздуха ночью минус 2, минус 4. Днем 4,6 градусов ниже нуля. Ветер преимущественно северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Простатит, аденома, раннее семиизвержение, проблемы с потенцией. Забудьте об этих проблемах. Впервые в Ульяновске, в С-класс клиник, аппаратное и медикаментозное лечение простатита и проблем с потенцией, методом ударно-волновой терапии. Консультация и диагностика у врача-уролога-андролога всего 350 рублей. 44-69-69. С-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Ульяновцев приглашают принять участие в историческом забеге. Уникальный полумарафон синхронно стартует 31 мая в 85 субъектах России. Ровно в 9 часов по московскому времени. По предварительным данным, на старт выйдут более сотни тысяч россиян. Дистанции несколько. 1, 5, 10 километров и полумарафон в 21 километр 100 метров по маршруту, пролегающему в центре города. Суммарная длина дистанции более трех тысяч километров. Для участников необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и приобрести билет на нужную дистанцию. На дистанциях в 10 и в 21 километр участие доступно с 18 лет. В забеге на 5 километров можно участвовать и с 16. Пробежать 1 километр, кстати, Володь, можно и с детьми с 6 лет, но в сопровождении родителей. Наличие медицинской справки с допуском обязательно. Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы России». В 2017 и 2018 годах ей стала Казань, в 2019 – Владивосток. А эфир продолжит рубрика «Это интересно». Первым спектаклем года в Димитровградском драматическом театре имени Александра Островского стала премьера мюзикла «Красавица и чудовище». Для того, чтобы сделать что-то большое, для этого нужно сначала потренироваться, что называется, на кошках. И поэтому мы сначала сделали детский мюзикл, получил хороший отклик в зрителях, и я думаю, что он хорошо пройдет, у него будет хорошая судьба в репертуаре. Но для того, чтобы сделать что-то большое, сейчас мы делаем ревизор, мюзикл, это такой вот тоже мюзикл-мюзикл-мюзиклович, что называется, для взрослых смешной, такой достаточно интересный, концептуально. Для того, чтобы его сделать, для этого нужно было научиться делать, потому что опыта такого в театре нет. И, соответственно, если бы мы брались сразу, допустим, за ревизора, то нам бы на производство этого мюзикла потребовался год, наверное, примерно. Сейчас, в данный момент, мы можем позволить себе поставить его за 4-5 месяцев. Мюзикл, в том числе, это что-то новое. Это то, чего не было здесь 76 лет. И почему бы и нет, это очень популярная форма в данный момент драматического искусства. И плюс ко всему, я не буду скрывать, что, в принципе, и «Красавица и чудовище» – это один из флагманов сейчас нашего репертуара. Это спектакль, который мы планируем на очень широкий экспорт, то есть именно на гастроли, поскольку мюзикл привлекательный для зрителей. Мы стараемся давать зрителю возможность поверить в то, что, невзирая на то, что мы живем в Димитровграде, мы можем себе многое... Мы ничем не отличаемся, скажем, от других регионов. Вся провинция, она вот здесь, в голове. Какая красота! Не тронь, не тронь мою прелесть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка На уровне каких-то шуток Подобные высказывания Так вперед все в поход Поведу на бой народ Будет море крови Страшной будет битва Поведи нас вперед За тобой пойдет народ Мы чудовище убьем Замок мы сожжем огнем Будет зло разбито Будет зло разбито Будет зло разбито Спасибо проекту Культура малой родины Потому что если бы не было федерального проекта Мы бы не смогли себе позволить Ни красавицу и чудовище, ни ревизор Потому что это затратно Как с точки зрения авторского права Так это затратно с точки зрения картинки Поскольку Сам жанр не подразумевает упрощение Жанр мюзикла Он как раз достаточно требователен К качеству картинки Известная во всем мире музыка Алана Менкина Одноименный мюзикл Тима Райса Культовый диснеевский мультфильм 1991 года И новый, недавний, голливудский одноименный фильм Оказали на Димитровградскую постановку Не столь большое влияние В отличие от сказки нашего земляка Аксакова Аленький цветочек Даже оригинальную музыку к премьере Писал местный автор Композитор Екатерина Майорова У нас такая компиляция Она вот так вот там между собой все слеплено И такой получился достаточно интересный микс Хотя в принципе на самом деле Наша красавица и чудовище Она сильно отличается от других Потому что мы в принципе Брали за основу только основную фабулу А все остальное уже там Как-то появлялось по-другому Реакция зрителя Который в принципе Искушен уже классическим мюзиклом И одноименным мультфильмом Тебя в чем-то удивило Инадковый спектакль? Меня удивила реакция зрителей В том, что я честно говоря Не ожидал такого ажиотажа Вокруг того, что такой спектакль Появился в городе И мы ставили для себя цель Вот этим произведением Конкурировать с кинотеатром И в принципе цели мы свои достигли Потому что дети это все дело смотрят хорошо И более того Мы даже сейчас Мы будем показывать мюзикл вечером Потому что у нас очень большой отклик Со стороны взрослых У нас женщины возрастные Плачут в финале То есть с большим удовольствием Все это дело смотрят Настоящая любовь Все преодолеет Легкость Из разных направлений Он заимствует традиционность классики Простоту минимализма И функциональность конструктивизма Валерия Лобода продолжит дизайнерскую тему Доброе утро Доброе утро, дорогие телезрители И сегодня мы поговорим с вами О самом распространенном стиле 2019 года Который, кстати говоря, переходит в 2020 год Это скандинавский стиль И самый любимый он потому Что северные страны С Россией очень похожи климатом И с давних пор Скандинавские народы Так же, как и российские народы Украшали свои деревянные жилища Деревянными же декорами А так же шкурами и предметами из кожи Но сегодня скандинавский стиль идет дальше И дизайнеры радуют нас тем Что каждый интерьер Становится персонализированным Уютным и теплым Поэтому, если пару лет назад Вы выбрали это модное направление Для своего дома Можете быть уверенными Скандинавский стиль останется в тренде Еще пару-тройку лет Но с небольшими изменениями Проблема в том, что Монотонные белые и серые интерьеры Больше не актуальны Но добавить новый оттенок стенам Можно не только с помощью обоев Но и с помощью аксессуаров Сейчас я вам покажу идеальный вариант Оформления, например, одной из стены В вашем доме То есть вам не нужно переделывать все Просто внести маленькое изменение Вот отличный пример того Как можно обновить квартиру В скандинавском стиле Ошибочно считать Что скандинавский стиль Очень ограничен в цветах И он включает в себя Только светло-серый, бежевый или белый На самом деле все не так В скандинавский интерьер Можно вносить и другие краски Более теплых оттенков Как вы видели на том примере Которые мы вам показали И сделать еще более уютным Минималистичный скандинавский дизайн Можно с помощью мягкого Приятного на ощупь текстиля И заметьте, как он красиво Бликует на свете Не бойтесь прибегать к использованию Одного или двух ярких цветов В вашем интерьере Например, вот такие прекрасные шторы Яркого ягодного оттенка Не только оживят вашу комнату Но и придадут ей уюта Потому что это приятный бархат Если мы говорим про белую легкую тюль То белый цвет создает в доме Ощущение легкости И большого количества цвета Поэтому здесь все только на ваш вкус и цвет Модно и можно в этом сезоне все И помните, дорогие телезрители Что скандинавский стиль Это в большинстве своем Светлые и простые интерьеры Поэтому постарайтесь не переборщить с деталями Чтобы квартира была максимально просторной И пропитанной воздухом Тогда вам в ней будет точно комфортно И приятно Володя Какой твой идеальный завтрак? Что ты забавляешь? Ты так само утро неугомонный Я все ждал просто вопроса Он питательный Он вкусный И все А вот мой идеальный завтрак Еще со времен садика Это, знаешь, молочная каша Сладенькая И чтобы обязательно Вот на краешке посудины Тарелочки Лежал кусочек сыра Его потом на хлеб серый Между ними масло Ой, так вкусно Я вот предлагаю сегодня о сыре Поговорить с нашим гостем Элла Глебова Глава крестьянско-фермерского хозяйства Вы, Элла, точно о сыре знаете все Доброе утро Ну, если не все-то много Сыр — это целый мир А с чего все начиналось? Ваша любовь к сыру Я люблю сыр, да То есть надоел магазинный И встал вопрос только А не сделать ли самой? Я всегда искала продукт Которым было бы интересно заниматься Это вот он А почему именно сыром интересно заниматься? То есть чем он так завлек, наверное, процесс? Вот я говорю, что это целый мир Он настолько многогранен Чем больше погружаюсь, как океан Тем глубже, тем выше волны Очень интересно Но начинали с того, что для себя готовили, да? И как вот постепенно перешли? Ведь целое сейчас у вас производство Сыров У нас все очень глобально Ну, в моем масштабе У нас не только производство сыров Мы же запустили овечью ферму И мы ее запустили именно для молока Именно для сыров То есть мы будем делать классический ракфор Знаете, что такое классический ракфор? Что это за сыр? Это сыр с голубой плесенью Из овечьего молока То есть вот тот ракфор, который в мультике, помните? Ну да, я помню И у него там усы вот так Это вот он То есть он такой В меру пахучий Ароматный Терпкий Сливочный Такое целое богатство вкусов во рту Но если не ошибаюсь Это как раз Фабрицио Итальянский сыродел Вот для этого и приезжал в том числе Чтобы рассказать секреты Или вот вы перенимали опыт у него Да, да, да Я его Это очень известный в наших кругах технолог Он сотрудничает с сыроварами не только в Италии, в России Он много ездит по миру У него около 40 авторских своих рецептов Он работал на Гальбане 15 лет И соответственно мы с ним отваривали сыры Именно для овечьего молока Вот сейчас после Нового года у нас появилось овечье молоко Я приглашаю вам приезжать к нам на ферму Это действительно очень интересно Это очень красивое место у нас И соответственно мы с ним варили сыры Для того, чтобы сейчас уже из овечьего молока Продублировать их и начинать Чем уникально наше предложение по Рокфору Что это классические сыры с голубой плесень Это достаточно крупные головки Если вы в магазине его увидите Ну они вот не меньше А классическая горгонзола, например, итальянская Это 9-11 килограмм Итальянцы любят крупные размеры 45 А мы варим пикколо То есть это вот маленький размер 7-сантиметровый Мы его вот уже созреваем Мы его отварили, созреваем Смотрим, как он себя ведет Потому что у Лоренцо были определенные опасения По тому, как он будет созревать И вот мы сейчас все это смотрим И принимаем решение Но начнем мы с твердых сыров Это будет два сыра Бриганты и классический манчега Бриганты, знаете, почему название такое интересное? Вообще у сыров всегда название Как правило, по месту производства Или создание По фамилии и имени автора Или По типу, классу сыров Вот, три варианта Вот этот Бриганты Это сыр с острова Сардиния Его, когда его делали фермеры И отправляли судами торговать купцы То его воровали контрабандисты И Бриганты Контрабандисты в переводе с итальянского То есть Бриганты Это сыр, который воровали контрабандисты Вот То есть мы будем варить Он очень яркий Мы его отварили тоже из коровьего молока Вскрыли вот После новогодних праздников У него очень яркий Насыщенный вкус Ни на что не похожий Очень сливочный И Эта сливочность будет Еще сильнее проявляться В овечьем молоке Потому что, знаете, какое Вообще сочетание Жир-белок Овечье-молоко Ну, у коровы Какая жирность? Какой белок? Ну, вот так На упаковке я знаю 2,8 вижу 3,2 3,2, да 3,2 это цельное молоко 3,2 это хороший показатель белка Вот я сейчас варю вот эти сыры Что я привезла Это все из коровьего молока 3,2 И жир примерно 3,8-4 То есть это классическое сочетание Для варки сыра То есть это не должно быть 6, например Если 6, то это уже высоко Это лучше варить сыры с белой плесенью Они будут более сливочные Например, порода джерсей Есть такая Очень популярная сыродела В породу коров Вот из нее как раз варится Сыры с белой плесенью А я варю из галштинов Сементалы Очень хорошо подходят Швейцарская порода Из которой варят маздамы Грюеры Вот это вот из сементалов варят Про что я? Про овечье молоко, да? У него, знаете, какой белок? Не меньше пяти Пять Три, два У козы четыре Самый большой у овцы Из вот таких животных домашних Это пять И жир у него 7-8 Так вот Ну, выходит, что овечье Самое подходящее Овечье молоко Для того, чтобы делать такие сыры Или не всегда? Овечье молоко Из овечьего молока Можно много вкусных сыров Сварить Вопрос И плесень будет прекрасная Белая, голубая И выдержанные сыры Вообще манчега Один из сыров, который мы будем сейчас отваривать Это классический овечье именно сыр То есть, если вы видите название Манчега Это должно быть овечье молоко Да У меня вот вопрос возник Раз уж сыру присваивается название Согласно месту Когда там ульяновский Как тут? Да, какой-нибудь ульяновский На итальянский манер Может быть, свой рецепт Который будет только у нас вариться Может быть Я же не могу Как бы Есть название сыров Которые зарегистрированы Которые, например, нельзя брать Ну, например Камамбер де норман Это классический сыр Который зарегистрирован торговой маркой Вот Возможно, мы будем такой сыр варить Но начнем с отработанных вариантов Вот А те, которые сыры сейчас, например Мы отвариваем Они по месту моего первого обучения По региону Пьемонт В северной Италии Где первый раз вот я училась А какие сейчас сыры вы производите? Мы, как классическая сыроварня Сейчас производим Четыре типа сыров Мы варим В направлении свежие сыры у нас есть Обязательно свежие сыры Без консервантов Мало соли У которых маленькие сроки созревания Соответственно, они очень нежные Их можно кушать так Можно в салат Можно жарить В общем, многообразие большой рецептов Мы варим классические твердые Полутвердые сыры Вот, например Классический Пьемонт Без добавок Чем интересен Чем интересны вот такие сыры Если вы его, например В магазине приобретете Вот он 300 грамм головочка Вы его в холодильнике Можете у себя созревать Вы знаете, что сыр всегда живет Даже у вас в холодильнике Представь, когда его купили Там всегда идет процесс Вот этот сырок Можно созревать у себя Даже до года в холодильнике У него будет более насыщенный Вкус Более Меньше влаги Он будет более яркий Это, соответственно, его только не резать Нет, нет Когда вы вскрыли У него уже начинаются Окислительные процессы С кислородом взаимодействуют И, соответственно, его нужно кушать В ближайшее время Вот Вот это вот Пьемонт И мы варим сыры С белой плесенью Вот этот сыр у нас С золотой медалькой 2018 года С агропромышленной выставки Золотая осень Мы возили Вот этот камамбер Мы возили В этом году У нас тоже Он с медалью Я вот его вскрою Смотрите Это белая плесень Классическая Мы с фабрицу его доработали То есть я хотела В нем Его сделать более нежным Более нежным Более мягкую структуру получить Соответственно, мы этого добились И сейчас очень хорошие отзывы от клиентов Как правильно кушать и открывать сыр с белой плесенью? Это бумага специальная Бумага специальная для созревания сыров с белой плесенью Она состоит из двух частей Видите? Вот она на краешке Ее видно, да? Это бумага И такая микроперфорированная пленочка Она позволяет создавать микроклимат определенный И влажность в районе 80% минимум Это позволяет сыру дальше созревать И комфортно себя чувствовать Вы его на столе достаете Открываете Даете ему подышать 10-15 минут Вот он такой Ему сейчас Так пахнет грибами Можно понюхать Он молодой Молоденький Это не стадия Носки Носки Стадия 2 месяца Хотите приезжать А есть стадия носки? Обязательно Есть поклонники этой стадии Если у вас будут готовы рецепторы Тоже его у себя в холодильнике Посозревайте закрытым До конца срока годности Еще недельку И потом вы сразу открывая холодильник Почувствуете эту стадию Вот вы не пропустите ее Вот То есть дождаться срока годности И ее пропустить И немножко за недельку Да То есть у сыра Вот например Почему я говорю Что до года созревать Вот у нас есть срок годности Если хотите посмотреть Там написано Сколько сейчас Сейчас гляну 90 суток Да Мы даем Смело можно за нее заходить Вот В сыре закрытом Вот А это белая плесень Вы даете подышать И начинаете его Соответственно нарезать И вы видите Как он себя ведет Его можно пожарить Он будет прекрасен С грушей например В карамелизированной Вот И соответственно Мы варим сейчас голубую плесень Вот у нас У классической сыроварни Как правило Вот все направления есть Вот А плесень она же Как-то отдельно Выращивается Специально Отдельная камера А Вы имеете в виду То что мы сюда вносим Да Это благородный плесень Да Есть до рублю селедкой Как она появляется Вообще на свет Есть Несколько крупных концернов Во всем мире И они производят Закваски И благородные плесени Один из концернов На который работает Как раз сейчас Фабриция Это Сакко Сакко Клеричи Это итальянский концерн Они очень известны И они производят Голубую плесень В том числе Для всей горгонзолы Которой в Италии Производится Они делают для нее Голубую плесень Белую плесень Также они делают Это пенициллин И она соответственно Как вообще белая плесень Для чего она Вот здесь мы сыр Корочку защищаем Покрытием специальным То есть латекс Плюс парафин Наносим Вот это Это и есть защита В голубой плесени Она созревает В натуральной корке У нее Вся голубая плесень Внутри Здесь же вся плесень Соответственно Снаружи закрывает сыр И позволяет ему Дальше созревать И не портится Вот тогда Вот тогда Никогда ты не подумал Нет, у меня однажды Залежал сыр с плесенью Но уже открытый Потом я обнаружила Что на этой плесени Появилась еще одна плесень Но, влядь ли, это была благородная Дикая, дикая Всегда очень агрессивно Местная Местная плесень Вы ведь С сырами Наша гордость Вы ведь Эти сыры уже Они у нас распространились Далеко за Ульяновскую область Где сейчас можно попробовать эту продукцию Кто уже наслаждается Я работаю с гастромаркетами Ну, у нас в Поволжье В Самаре В Казани Интернет-магазин такой Станции плантации Если интересно Зайдите, посмотрите Они Специализируются на натуральных продуктах То есть я В Поволжье В Москве В Санкт-Петербурге То есть там, где есть Потребность В такого рода продукте Ну, самое главное Спрос-то есть Люди хотят В сегменте натуральных продуктов Спрос не эластичен по цене То есть для потребителя Определяющим является, конечно Качество продукта И его состав Поэтому, например Я всегда говорю Людям, которые приходят Ко мне на экскурсию Я, во-первых, всегда приглашаю До производства Для того, чтобы люди видели В каких условиях Мы производим продукт Что мы используем Чтобы они прикоснулись к этому Чтобы поняли С какими продуктами Этот сыр лучше сочетается Какие-то для себя Открыли новые варианты Ну да, сейчас вы даже Про грушу сказали И для меня это было удивительным Что можно пожарить Вот это сочетание Сливочность Соль Сладость И немножко кислинка Если вы вот В блюда Это сочетание Как это Найдете этот баланс То, соответственно Рецепторы будут Реагировать И будет очень вкусно Вот Говорю о том, что Это важно знать Как это производится Я никогда не скрываю Где я беру молоко Сейчас есть такая Сетема Меркурий Я думаю, Ваня Тоже слышали, да И нашу продукцию Вы найдете на полках У нас в Ульяновске В категории Без заменителей Молочного жира Для меня Чем прозрачнее Тем лучше Летом мы прошли Сертификацию Есть такая Добровольная сертификация Безопасность пищевой Производство безопасности Пищевой продукции Хасп И имеем этот сертификат Поэтому Для моих клиентов Это важно Это важно для меня И я всегда езжу на выставки Стараюсь встречаться Сама с моими покупателями У Олега Сирота Есть такой фестиваль Может быть, вы знаете Там каждый год санкции Они отмечают И вот я уже второй год Участвую И это все масштабней И масштабней И все больше людей Вовлекается в это И им нравится И они остаются И продолжают потреблять Этот продукт В принципе Если в обычный Рецепт сыра Добавить что-то Чего там раньше Никогда не было Это уже получится новый Его можно там Своим именем называть Ты все мечтаешь О своем именем Что-нибудь, да? Да Я думаю, что да И сыр сваренный По одному рецепту Из разного молока От разных коров Он уже будет разный Любое творчество В этом процессе Приветствуется Но в разумных пределах Без дикой плеси Нежелательно Ну что ж Вот на такой Позитивной И вкусной ноте Жаль, что вот Мы не можем Этот аромат передать Через экраны Но поверьте Сыр приятно пахнет И тем, кто собирается Сейчас завтракать Приятного аппетита У нас в гостях Была Элла Глебова Глава крестьянско-фермерского Хозяйства А мы продолжаем Катя Вот когда В поликлинике Тебе врач Выписывает рецепт Ты легко разбираешь Вот этот вот Удивительный Врачебный почерк Нет Вообще Никогда не попадала И каждый раз Думая, что я иду Вот точно за этим лекарством Все-таки фармацет Я говорил, нет, девушка Тут совершенно другое написано То есть для меня Это вообще Какое-то иероглиф Это я к чему? К тому, что Именно сегодня 23 января Весь мир отмечает День ручного письма Или, проще говоря, почерка Ах вот как Ну, праздник учрежден Чтобы напомнить всем Об уникальности Ручного письма Мы действительно Давно от руки не писали О необходимости Практиковаться В нем О неповторимости Почерка Каждого из нас С первым праздником Этого дня Разобрались А главное Его не так уж и сложно Отмечать Написал что-то И уже, считай А праздник отметил Ну вот давай Тогда этим займемся И предложим сегодня Коллегам писать Новости от руки Вряд ли мы тогда Сегодня выйдем В 18.00 Тогда вот вам праздник Еще один Который отмечать Будет немножечко сложнее На Тайване Сегодня Всемирный день Свободы А в чем сложность этого? А вот День свободы Всемирный Отмечает его только Тайвань Вот Мы все-таки Не Тайвань И далеко это от нас Еще несколько праздников Заморских Которые отмечать Конечно полегче В США сегодня День пирога И день пирога С ревенем Почему-то это разные вещи А остров Питкерн Отмечает сегодня День баунти Класс А еще сегодня Праздник Который большинство Бы Прописало Приписало женщинам День слухов Ну Есть у нас такая беда Любим мы поговорить И разнести это по коридору Ну Если честно Последние исследования Показали Что и мужчины И женщины В одинаковой степени Склонны к распространению Слухов Вот Поэтому у меня для тебя Есть один Приинтереснейший слух Партнера нашей программы Салон Цветы И штучки Классный слух Пойду Расскажу его Всем телезрителям Слышали? Ну что ж А время нашей программы Подошло к концу Сегодня в студии Для вас работали Екатерина Терещенкова И Владимир Гаврилов Встретимся завтра В это же время На телеканалах Репортер 73 и ОТР Сделать утро ярче Насыщеннее Интереснее Просто Звоните в редакцию По телефону 30 50 73 Ищите нас в интернете По адресу Тройная W Точка Репортер 73 Точка ТВ Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok